Видео, которое мы записали весной и в котором я делился опытом, как я применяю масло черного тмина против кашля, набрало 362 тысячи просмотров, 1000 комментариев и 12 тысяч лайков против 200 антилайков. Вот удивительно, но в комментариях нет ни одного комментария, который бы сказал, да, это все туфта или что это не помогло. Вот вообще нет. Удивительное масло и оно помогло очень многим. Продолжение следует... В медицинские, в них написано, что это масло лечит все проблемы, кроме смерти. Самое главное в лечении маслом, чтобы желудочный кишечный тракт это масло принял. Поэтому слушайте все, кто спрашивает нас о дозировке масла черного тмина. Кстати, я не показываю вам его сегодня, я вам просто ложечку показываю. Почему? Потому что тоже много было вопросов о том, где купить масло. Я не являюсь дистрибьютором масла, я потребитель масла. И поэтому я не могу рекламировать вам и показывать какой-то конкретный пузырек. Хотя у меня вот тут их стоит три, все три разного размера. Я не показываю. Почему? Потому что мне никто не платит за то, чтобы я это масло показывал, демонстрировал. И более того, у каждого из нас свои способы это масло получить. И опять же, отсылаю вас в то видео, которое посмотрело 360 тысяч человек. И там очень многие люди поделились, где и как они это масло достают и где покупают. Кто-то берет в мечети. Кто-то... Вот наш зритель из Одессы написал, что он просто сеет семена чернушки Дамаска. И на своем присоединенном участке они прекрасно растут, и он получает семена и масло. Может не таким путем пойти. Я не сею чернушку Дамаску, не знаю, где берут ее семена. Я получаю заказом по авиапочте. В Сербию это масло у нас доходит за три дня по авиапочте. Опять же, где заказываю, не буду рекламировать. Смотрите сами, как вам удобно. Каждый может это масло найти, хотя, конечно, это не такой препарат, который в каждой аптеке вам будут навязывать, и под циклом вы будете его видеть. Этот препарат, это потому что не препарат, это оздоровление. И с этим связана дозировка. Вот смотрите, когда вам врач какой-то препарат прописывает, он вам дает дозировку. И это называется лечение. В оздоровлении все по-другому. Вернусь к той мысли о том, что если ЖКТ ваш принял масло, то все будет хорошо. Вот смотрите, если вы будете это масло как препарат медицинский применять, дозировкой, ЖКТ может ваш это не принять. Потому что масло специфичное. В чем идея оздоровительной технологии? В том, что вы должны взаимодействовать с своим организмом. Понимаете? Не давать ему предписание врача, это лечение. Когда мы оздоровлением занимаемся, то мы должны слушать наш организм. Поэтому дозировки не может быть. Попробуйте на кончике ложки и послушайте ваш организм. И вот очень важный секрет приема масла черного тмина. Вот на кончике ложки попробуйте и почувствуйте, как это масло прошло. И не пытайтесь его сразу запивать, заедать. Почему? Потому что вот эти вот запивания, заедания, это опять, чтобы приглушить. Приглушить и не дать организму почувствовать. Вот смотрите, если вы на кончике ложки попробовали, и вы чувствуете, что это вообще масло не ваша, что оно ужасно для вас, ужасно, не применяйте его. Откажитесь от приема, подарите кому-то. Не применяйте. А если вы почувствовали, что там с кончика ложки ничего, ничего, резко, остро, но терпимо, и вы не можете, то есть можете это не запивать и не заедать, то хорошо, значит это масло можно будет использовать и в чуть большей дозировке. Дозировка от вас. Как можно почувствовать, что дозировка превышена? Может пойти отрыжка маслом, такая не очень хорошая. Это значит, что вы превысили, даже не дозировка, а вы превысили вот тот объем масла, который ваш организм готов принять. И, кстати, поэтому масло, которое продается в капсулах, может быть менее корректно с нашим организмом, чем масло, которое мы пьем с ложечки. Я рекомендую с ложечки. Почему? Потому что, когда вы капсулу принимаете, вы сначала вкуса не чувствуете, и вы не можете измерить, вот сколько вам надо. Это опять получается лечебная дозировка. Вы проглотили какое-то количество капсул, а потом пошла отрыжка маслом, и вам не очень хорошо. Понимаете? Поэтому лучше не покупайте масло в капсулах, а берите то масло, где вы можете языком лизнуть и почувствовать. Кстати, давайте я лизну. Чтобы не быть голословным, на люси я с бутылочки лизну. Очень важно, как это масло еще взаимодействует через слюну. Понимаете? Слюна – это не только, чтобы мы тестировали вкусы. Вы знаете, что слюна – это очень важный вход в наш организм. Вот я сейчас немножко лизнул, проглотил и почувствовал уже, как масло начало свою работу через слюну. А смотрите, я попробовал только 15% того, что у меня в ложке было. И уже я чувствую очень сильное воздействие масла. И себя психосоматически тоже настраивайте. То есть, например, вот пошел неприятный привкус. А вы говорите себе, например, ах, а я же помню, что это масло еще антипаразитарное. Как хорошо по паразитам оно сейчас врежет. И, например, вот оно пошло по гортани, знаете, такой лавой, немножко раздражающей. А вы говорите себе, отлично, все, кто там у меня сейчас сидел, присел на гортане, микробы, вирусы, ведь это масло обладает и антимикробным, и антивирусным действием. Вот сейчас они у меня на гортане, и этим маслом получат по рогам. Понимаете? То есть, как-то себя поддержите психосоматически. Значит, лактацию это масло увеличивает. Это важно для кормящих женщин. Это масло способно повышать иммунитет. Разве это не важно? Масло очищает лимфу, оно желчегонное, и, как я сказал в начале видео, оно очень благоприятно для сердечно-сосудистых всех проблем. И улучшает нам работу сердца, работает с сахарным диабетом и давлением. И вот вы все эти моменты можете мысленно себе проговорить, когда вы это масло... Через слюну тестируете. Какая проблема ваша? Проговорите ее психосоматически, и масло направится на лечение, в том числе и конкретные ваши проблемы. Еще один момент вам покажу. Смотрите, сейчас чуть-чуть наберу масло в ложечку. И это сейчас будет для тех, кто пишет нам о том, что в носу полипы, и что делать? Вы можете, можете чистым маслом, можете маслом, которое вы разбавите с растительным, промазать свой нос изнутри. Вот сейчас одну ноздрюю промазал, и можно почувствовать, как эта ноздря стала звонче. Вот в ней так немножко такая повысилась резкость, и я прям почувствовал, что по ноздре пошло. Сейчас смажу вторую ноздрю этим маслом. Кто знает технологию третьей ноздрей по нашему видео, добавьте третью ноздрю умысленно, и отрегулируйте обе ноздри, которые еще и маслом смазаны. Потрясающе действует на нос и очень хорошо оздоравливает. Поэтому призываю вас еще раз зайти вот в это видео, которое мы приквали весной. Ссылка в описании, ссылка в комментарии и ссылка в конечных заставках этого видео. Пожалуйста, по ссылочке переходите. Там тысяча очень хороших комментариев разных людей. И это люди, которые и мусульмане комментируют, и люди, которые в других конфессиях и в других традициях это масло потребляют и пробуют. Там вы можете не просто почитать то, что они пишут об этом, но и ответив на комментарии этого человека, можете получить от него информацию о том, где он покупает это масло. Там есть комментарии, в которых люди очень глубоко разбираются в том, какое масло поддельное, какое настоящее, как это отличить. Напишите, задайте вопрос. Пробежать по комментариям, это порядка 10-15 минут. Но вы получите не просто информацию, да, я говорю, вы получите прямую связь с людьми, которые это масло применяют, применяют годами и многое о нем знают. В том числе о том, где купить качественное и недорогое масло черного тмина. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы, это масло черного тмина я очень люблю, мне оно снимает кашель, который, который вот в нашем 2020 году, как вы знаете, является не очень простым кашлем, а кашлем особенным. Вот этот кашель надо у себя снимать, чтобы он не разрастался и не поражал наши легкие на большую глубину. Понятно? С вами был Мастер Ко. Ставьте лайк на это видео, потому что мы стараемся поддерживать наши темы, которые важны для вас. Делитесь этим видео с хорошими людьми. И да, прибудет с вами здоровье и масло черного тмина. С вами был Мастер Ко.